Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Вот сегодня настал тот период, когда я хочу поговорить о том, как подготовить семена перца к посевам. Вчера я уже показала, что я выбрала все сорта, как я выбирала, для первого массового посева. Вот через несколько дней я буду сеять вот эти 18 сортов. И так как сортов у меня много будет, я расскажу вам, как я буду их готовить и как вообще будет все это происходить. Сегодня расскажу теоретически, через несколько дней, там 2, по-моему, дня осталось, все, что я буду делать, я буду вам пошагово показывать. Но все мы знаем, что перцы очень теплолюбивая культура, это я повторяю каждый раз. И для того, чтобы не только вырастить ее, но и получить плоды биологической спелости, то есть вот красные или желтые, с сортовыми характерными признаками, а не зеленые, то нужно сильно постараться. Поэтому мы сеем перец всегда раньше томатов и, следовательно, проводим обязательную процедуру и обеззараживание семян и стимулируем их, потому что все-таки перцы немного покапризнее, чем томаты. Томаты общепринято считаются чуть проще и в посадке, и в посевах, и вообще во всем. Вот за полмесяца, до посевов, нужно проверить всхожесть старых домашних семян или просроченных магазинных. Если у вас семена не первой свежести, то эта процедура обязательна. Я уже снимала видео под названием «Как проверить схожесть семян перца перед посевами». Это было еще 15 января, и кому эта процедура была необходима, тот, вероятно, уже все сделал. Но если семена свежие, то такая проверка, конечно, им не нужна. Можно сразу приступать к обеззараживанию. Это обязательная процедура для перцев, особенно если купили в магазине. Нужно делать обязательно. Не обеззараживаем только те семена, которые уже обработаны фирмой-производителем, то есть которые имеют какое-то покрытие, там, зеленое, красное или желтое. Если они, уже написано, что готовы к посеву, то ничего вы не делаете. Если семена или домашние, или купленные и простые, то нужно обязательно делать дезинфекцию. Самый распространенный метод дезинфекции, ну, конечно, в растворе марганцовки. Для этого нужно приготовить рабочий раствор из 1 грамма марганцовки и 100 или 200 мл воды. Тут мнения у всех разные. И погрузить в него семена перца на 15-20 минут. Вот если у вас много сортов, как делаю я, то я для каждого сорта делаю индивидуальный стаканчик. Из пачки высыпаю у себя столько семян, сколько нужно, ставлю их все и в каждую наливаю марганцовки, так, чтобы они были, семена прикрыты. Если они пересушенные, то нужно еще, ну, как, немножко помешайте, чтобы они все-все покрылись марганцовкой, чтобы они все были темненькие. После этого семена необходимо промыть и только потом уже замачивать в стимуляторе роста. Приходит много вопросов, что делать раньше, стимулировать или протравливать. Конечно, травить. Сначала травить, все болезнетворные бактерии убивать, и потом уже мы стимулируем. То есть замачиваем в питательном растворе. Да, забыла назвать все, но я уже снимала много видео на эту тему. Забыла сказать, что протравить, кроме марганцовки, можно и перекисью водорода, и водкой, и фитоспорином, и привикуром. Очень много сейчас средств, способов очень много, но каждый из вас выбирает тот, который нравится ему. Попробуйте несколькими способами, например, одни семена одним способом, другие другим. Какой вам покажется легче и больше понравится. Кто-то выбирает водку и перекись, из-за того, что это чисто. После марганцовки все, и стаканчики, и вся посуда темнеет, и руки иногда даже темнеют. Конечно, кто-то выбирает чистый, кто-то выбирает более действенный, как он считает. Это личное дело каждого. И вот только после обеззараживания семян мы можем приступать к замачиванию в питательных растворах. Это нужно для того, чтобы наши семена проснулись, дали дружные исходы. Замачивание в стимуляторах обязательно проводить для старых семян. Вот у меня эти семена, вот то, что я вам сейчас показала, все просроченные. Все я приобрела на январской распродаже в садовом магазине, только для того, чтобы испытать все разные сорта. Очень много сортов. И мне вот такое замачивание в стимуляторах показано обязательно. Если у вас свои семена, ну старые залежалые, ну там 2-3 года, пересохшие, замачивайте обязательно, иначе они будут у вас в земле не всходить. И 2 недели, иногда даже 3 лежат до 20 дней, если сухие старые семена. Растворы тоже могут быть разными. Эпин, экопин, энерген, эффектон, циркон, гуматкалия, многие другие. Вот в середине января 15-16 я уже заранее снимала несколько видео под названием «В чем можно замочить семена перед посевом?» И почти про каждое из препаратов я рассказывала. Вот перец мы замачиваем, тут опять хочу сказать, что точного, как временного отрезка, никто вам не скажет. Можно замочить на 2 часа, можно и на 12. Можно на сутки. Обычно я замачиваю на ночь, на следующий день немного подсушиваю и начинаю посевы. Если у вас много свободного времени, можете дополнительно закалить семена. У меня вот спрашивают, делаю ли я это. Я не делаю, но только из-за нехватки времени. Ведь для этого нужно около недели менять попеременно температуры. Ставить в холодильник, потом выносить в комнатную температуру. Опять в холодильник, опять в комнатную температуру. Говорят, что после такого закаливания они всходят очень быстро, делаются более крепкими и здоровыми. Но я хочу в этом году попробовать такой метод. Но это, конечно, много возни, так как у меня большое количество посадок и посевов. Ясно, что все семена так делать я не смогу. Ведь они все в разной посуде у меня. Это нужно сколько иметь всяких там, как сказать. Но в холодильнике места точно у меня не хватит. Еще не хватает, конечно, времени. Вот только когда ваши семена перца продезинфицированы, простимулированы, можно начинать посевы. Напомню вам, что земля к этому времени должна быть уже подготовлена. Как я готовлю землю, я тоже уже показывала. Что с ней нужно сделать? Просеять, увлажнить, протравить, дать постоять несколько дней. Чтобы она отдохнула от всего, как говорят, настоялась и была готова принять ваши семена. Все. Подготовка к посеву семян перца точно такая же, как подготовка к посевам семян томатов. Но только у томатов вот некоторые процедуры мы можем обойти стороной. Я вот, например, не всегда протравливаю свои семена томатов. Высаживаю просто так. Но от перца, который я купила в магазине, я обязательно буду делать все. Буду и протравливать, и стимулировать. И все вам это я потом покажу, когда буду делать в режиме реального времени. Все, кто будет сеять чуть позже, они посмотрят и все это смогут повторить. Сейчас сразу скажу, что у меня спрашивают, как я наметила сеять 6 февраля. Там убывающая луна, надо сеять то, что растет под землей, а не наверху. Я повторю еще раз. Я не исследую точно, вот прям по дням, лунному календарю. Я его не соблюдаю. Не сею только в полнолуние и новолуние. Остальные дни для меня все рабочие. Иначе такое количество семян я никогда не посею и ничего не выращу. И я не думаю, что люди, ну многие так делают, не соблюдают. Я не думаю, что люди, занимающиеся, например, профессионально выращиванием рассады на продажу, соблюдают лунный календарь и сидят ждут. Когда же наступят те 3-4 дня заветные в месяце, когда можно посеять? Если бы они ждали, у них бы не получилось столько много рассады. И обычно она у них всегда здоровая и хорошая. Я думаю, сеют они каждый день. У меня я сею каждый день. У меня каждый день рабочие, кроме полнолуния и новолуния. До свидания. Желаю всем вам, особенно начинающим, досконально разобраться во всех тонкостях вот этой огородной азбуки, познать эту науку и получать хорошие, богатые урожаи. Урожай это нам награда от нашей природы за наш труд. До свидания.